Всем привет, меня зовут Саша, я рада приветствовать именно тебя на моем канале, и если ты первый раз, то не забудь подписаться прямо сейчас. Но сегодня мы будем шить вот такие вот шорты, как-то мне, и вот такой вот топ шорты из старой рубашки, а топ из старой футболки. И получается вот такая вот красота, можно сказать бесплатно и быстро. Погнали! Для начала мы сошьем топ, и для этого мы берем футболку и обрезаем так, как показано на видео. Теперь выворачиваем наизнанку и рисуем полоски, по которым мы будем шить. Прошиваем и потом обрезаем все лишнее. Теперь нам нужно подогнуть наши верхние края и прошить. Оно у нас немного соберется, но ничего страшно. Попробуйте зигзагом, так будет лучше. Для рукавов отрезаем вот такие вот две полосочки в обхвате руки, и так же самое подгибаем их сверху и снизу, и то же самое прошиваем. Чтобы было легче, я согнула их и прогладила утюгом, а дальше уже шила. И дальше уже прострочила, и шила бока вместе. И теперь все, что нам остается, отрезать все лишнее и пришить к топу. И вот такой вот белый лук у меня получился. Теперь приступаем к шортам. Берем удобные нам шорты, либо джинсы, и сгибаем их так, как показано в видео, чтобы вот эта дуга оказалась сбоку. И теперь обводим ее. И с припусками потом все вырежем. Также обводим боковую часть. Вы можете сделать длину шорт больше, то есть на завышенной талии. Поэтому сверху выбирайте свой размер, снизу тоже свой размер, коротенькие, либо длинные шорты. А сбоку уже как в наших шортах. Таких мы делаем две детальки. У одной, чтобы дуга смотрела вправо, у другой, чтобы дуга смотрела влево. То есть вот так вот. Так же самое делаем с задней частью. Так же обводим. И тоже, чтобы у одной дуга смотрела вправо, у другой влево. На одной из тканей у нас такая вот согнутая шов. Да, я умею объяснять. И то же самое делаем на других. То есть сгибаем два раза и прошиваем. Теперь мы берем заднюю и переднюю часть, кладываем лицом к лицу и по боку прошиваем. То же самое делаем с другой частью. То есть для правой ноги и для левой. Дальше вот эти две ноги мы складываем вместе. И там, где у нас дуги, прошиваем. Там, где дуга поглубже, то есть задняя часть. И там, где поменьше, то есть передняя. И теперь нам остается только снова лицом к лицу прошить вот эту вот нижнюю часть. Собственно, шорты почти готовы. И дальше я играла все с поясом. Я отрезала еще ткань, пришила ее к шортам. Дальше пришила еще белый кусочек ткани, так как синяя у меня больше нету. Согнула ее. И снова сделала еще один шов и вставила туда резинку. Также я сделала поясочек. Просто длинную полосочку ткани из остатков. И вот такую вот штучку. Это я спереди решила сделать шорты чуть поменьше. Просто согнула ткань на один сантиметр и прострочила. И, собственно, вот поясок. И вот такие вот образы у меня получились. И не волнуйтесь, вы еще успеете их поносить. И впереди вторая половина лета. Как бы это грустно не звучало, но это ровно столько же, сколько длилась первая половина лета. Ну и на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok